Довинчи Выполненный на роботе Довинчи в Российской Федерации выполняется в 40-й больнице. Это очень отрадный показатель как для нашего, так и для жителей города Санкт-Петербурга. Высокие технологии применяются в Сестрорецке в штатном режиме. В августе 2013 года арсенал многопрофильного стационара 40-й больницы пополнился новым устройством. Им стал уникальный прибор – заграничный роботизированный комплекс Довинчи. Такой аппарат изобрели 16 лет назад в Соединенных Штатах Америки для выполнения особенно точных операций. Сегодня в мире этих устройств около 3000. Более 80% применяются в США. Остальные позволили себе приобрести прогрессивные клиники по всему миру. В России установлено всего 27 таких систем. Три из них в Петербурге и Сестрорецкий Довинчи в нашей хирургии в их числе. Слушай, а это, по-моему, не проток, это пузырек. Хирургический комплекс Довинчи состоит из двух блоков. Один предназначен для врача, а второй – четырехрукий автомат, совершает хирургическое вмешательство. Сам робот без участия человека выполнять операции не может. Однако точность техники и высокое мастерство врача в своем единстве способны дать превосходный результат. Перед проведением операции Довинчи программируют, и это позволяет выверить траектории движения инструментов и исключить риск ошибки хирурга, что крайне важно, учитывая тонкость осуществляемых манипуляций. Мы, со своей стороны, конечно, наиболее частью оперируем такое грозное заболевание, как рак предстательной железы, которое, несомненно, может значительно укорочить жизнь мужчин и больных с раком почки. В данной ситуации мы отмечаем улучшение показателей по выживаемости, мы отмечаем улучшение показателей по функциональным результатам после операции, именно после роботостерных радикальных проститектомий. Пациенты совсем недолго время находятся в клинике после операции и могут быть выписаны домой под наблюдение онкологов где-то на третьей-четвертой сутки. Не следует отметить, что удается сохранить все функциональные возможности мужского организма в послеоперационном периоде, и это еще один плюс к робототехнике. Что касается рака почки, практически мы отказались от такой операции, как радикальный нефрактомия, то есть удаление почки. С помощью робота нам удается удалить только опухоль и при этом сохранить почку. Это положительно сказывается в целом на функционировании всего организма, и у таких пациентов значительно реже наступает такое явление, как хроническая почечная недостаточности, даже несмотря на то, что болок дали на часть почки. За прошедшие четыре года и тысячу пациентов, которым Довинчи сумел помочь, были такие случаи, хирургическое решение для которых в нашей стране находили впервые. При этом высокотехнологичную помощь получали взрослые пациенты всех возрастов, в том числе и те, которым за 80. Для проведения таких роботических операций медики нашей больницы проходили обучение в ведущих клиниках Германии и Франции, чтобы в дальнейшем успешно практиковать их на родной земле. Нужно заметить, что хотя даже в перспективе робот навряд ли сможет полностью вытеснить традиционные операции, в очевидных плюсах его применения сомнений у специалистов нет. Робот привнес совсем другие критерии эффективности хирургии. То, что если раньше нам казалось, что кровопотеря 300-400 мл – это вполне средний и приемлемый, то на сегодняшний день при использовании робота Довинчи кровопотеря в 200 мл считается уже большой. Если нам казалось, что нам достаточно обеспечить пациенту только хорошие онкологические результаты, при этом забыв или опустив качество жизни его, то на сегодняшний день мы смотрим на эти вопросы уже по-другому. Требуется для пациента не только обеспечить его полноценную длительность жизни, но еще требует обеспечить качество этой жизни, так чтобы пациенты не считали себя больным после этих операций, не считали себя ущербным после этих операций. И благодаря использованию робота Довинчи мы к этому пришли. Сегодня, пройдя уже тысячный рубеж, мы можем смело сказать, что мы достигли достаточно высоких результатов, качественных результатов в освоении роботосистерных операций. Роботические операции являются весьма дорогостоящими. Обеспечить их выполнение на потоке может позволить себе далеко не каждый стационар. Благодаря участию Сестрорецкой больницы в государственной программе по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи и стабильной экономической ситуации внутри самого учреждения, эти операции проводятся у нас абсолютно бесплатно за счет федеральных квот.